Сеть заправок «Газпромнефть» подняла цены на бензин. Литр 95-го теперь стоит 36 рублей 80 копеек, то есть на 20 копеек больше. Также на 20 копеек стал дороже 92-й. Следом за АГСМ, по идее, должно подорожать все, начиная от продуктов. Но именно продукты в Красноярске, наоборот, подешевели. Производители скинули цены, кстати, на мясо, гречку и курицу. Да, надолго ли такая щедрость? Лично проверила сегодня наш корреспондент Дарья Сенникова. Килограмм охлажденной тушки цыпленка – 119,90. Килограмм свиного окорока на кости – 325 рублей с копейками. И килограмм говядины для бульона – 276 рублей 55 копеек. Масло растительное чуть меньше литра. Ценник – 54,90. Таких цен в магазинах, по-моему, давно не было. Все за покупками. Ритейлеры говорят, цены на продукты падают последние две недели. Так, например, говядина в среднем снизилась на 20 рублей, свинина – на 30, а вот курятина – на 10. Подсолнечное масло подешевело где-то на 3 рубля. Ценники в торговых сетях понижают вслед за поставщиками. Как только снижается входная цена, соответственно, рынок реагирует. Ну и в целом ситуация по рынку. То есть примерно все плюсы смотрят друг на друга, а расходная цена снизилась, соответственно, ритейлеры также. Оптовики уверены – причина в низком спросе. Все просто – люди на продуктах экономят. Производителям это невыгодно. Вот они и пытаются реанимировать рынок. Вот только на складах еще и подешевела крупа. Килограмм гречки по закупочной цене – 36 рублей. А ведь еще в январе ценник был в районе 44. Подешевел у оптовиков и сахар в среднем на рубль. Оптовики предполагают – это еще не порог щедрости от производителей. Если посмотреть на наш прайс, то каждый день мы меняем цены вниз, вниз, вниз. Если раньше было как-то стабильно, ну мы знали, аналитику можно было делать. Сейчас с аналитикой очень сложно. Как что поведет себя. Дарья Сенникова и Владимир Цуканов. Новости Прима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова